Добрый день, меня зовут Петухова Анна Александровна, я учитель английского языка Майинской средней общеобразовательной школы имени Владимира Петровича Ларионова. В современных условиях дистанционного образования в режиме самоизоляции остро стал вопрос внедрения электронного пособия, которое бы способствовало контролю знаний и навыков учащихся и индивидуализации обучения. Сегодня я расскажу вам основные этапы создания электронной тетради, ее преимущества, а также необходимость ее использования в современном образовательном процессе. С введением дистанционного образования учителя столкнулись с рядом проблем. Во-первых, это готовые домашние задания. Если на обычном уроке мы могли контролировать учащихся, то в условиях дистанционного обучения это стало трудным. Во-вторых, возник вопрос обратной связи с учащимися. Стало труднее отслеживать присутствие и вовлеченность детей в учебный процесс. Стало сложно выстраивать дискуссии и проводить обсуждения. И в-третьих, оказалось невозможным уделить внимание каждому ученику по отдельности, быть с ним на связи постоянно, чтобы в случае чего можно было успеть объяснить правила, исправить ошибки ребенка, похвалить его, тем самым дать ему стимул для дальнейшей работы. Также оказалось невозможным увидеть, насколько самостоятельно и с какой отдачей работает ученик. Свою первую электронную тетрадь я сделала в апреле 2020 года в начале пандемии. Электронная тетрадь оказалась тем инструментом, который помог мне контролировать действия учащихся на уроке непосредственно во время выполнения заданий, сразу отвечать на непонятные им вопросы, а также вести работу с отстающими учениками. А теперь давайте посмотрим, как выглядит электронная тетрадь и как она работает. Вот мой Google диск, где находятся мои документы и папки отдельно по классам. Вот, например, папка Present Simple с материалами для урока. Как вы видите, здесь находится электронная тетрадь и видеоматериал к уроку. Если вы готовите материал для старших классов, то вы можете отправить одну ссылку на всех, чтобы каждый смог сохранить ее под своим именем. Но для детей младшего возраста будет лучше сделать ссылку отдельно для каждого ученика. Вот, например, электронные тетради, ссылки на электронные тетради для пятого В-класса. А теперь давайте посмотрим, как это работает. Перед тем, как отправить ребенку ссылку, мне обязательно нужно открыть к нему доступ. Доступ должен быть открыт в режиме редактора, обязательно, чтобы ребенок мог работать в электронной тетради. Копирую ссылку и отправляю ее в ребенку. Такую ссылку он получит. Ребенок нажимает на ссылку и у него открывается его электронная тетрадь с его именем. Класс фамилии и имя. Дети заполняют сами. Я оставляю место открытым. Правила пользования электронной тетради я сделала в виде анимации, чтобы детям было интереснее работать. Им следует нажать на ссылку, тогда у них откроется такое видео. Маленькая инструкция в пользовании электронной тетрадью. Давайте посмотрим. Подписывайтесь на наш канал. Вот такая маленькая памятка для детей. А далее обязательно идет установка и цели и задачи урока. Урок у меня начинается с видео. Дети нажимают на ссылку и у них открывается видеоматериал к уроку. Следует отметить, что вы можете вставить любое видео, которое подходит к теме вашего урока. В основном я беру материалы из сайта Рэш или те видео, которые находятся в свободном доступе в интернет. Но в данном случае при изучении грамматики английского языка я предпочла сделать видео уроки, свои собственные видео уроки. Я считаю, что детям будет легче воспринимать информацию, когда они будут слышать голос своего учителя. А также в данном видеоматериале я объясняю тему Present Simple, например, именно так, как я бы объяснила им в очном формате. Давайте посмотрим отрывок из нашего видео-материала. Привет! Сегодня мы начнем наш первый урок по грамматике английского языка. Самый. Каждая лестница never wins. Третий. Глаголы, которые оказывают предлежение к подлежащим мы прибавляем частично. Здесь давайте посмотрите. Если ребенку что-то непонятно, он может в любой момент сделать паузу и написать мне комментарий. Спросите у меня какой-либо вопрос. Этот вопрос сразу появится у меня на сотовом телефоне или на моих смарт-часах. И я смогу ему сразу же ответить на его вопрос. В этом основное преимущество электронной тетради. Быстрая связь ребенка и учителя. После просмотра видеоматериала ребенок может перейти к закреплению темы. Ребенок работает прямо в электронной тетради. Все его действия находятся в открытом доступе у учителя. Наша электронная тетрадь позволяет разнообразить подачу материала. Каждый урок может содержать видео и аудио материалы по теме урока, таблицы, схемы, картинки, что способствует повышению познавательного интереса и повышению мотивации учащихся. Вот, например, наше упражнение первое. Для начала мы повторим глагол to be. После того, как ты закончишь это упражнение, сделай скриншот экрана с ответами и вставь сюда. Ребенок нажимает на ссылку, и у него открывается ссылка на задание повторения глагола to be. После того, как он сделает все задание, ребенок делает скриншот экрана и вставляет его в тетрадь. Если ребенок вдруг забудет какое-нибудь правило, он может в любой момент нажать на такой значок, и тогда у него появляется вот маленькая подсказка к выполнению упражнения. Электронная тетрадь – это отличный способ организовать работу в парах, в группе, а также для проектной работы, что отлично активизирует познавательную деятельность учащихся. В данном случае вы можете видеть именно такое упражнение, где я предлагаю ребенку поиграть в скачки с компьютером, с родителями или с друзьями. Ребенок также нажимает на ссылку, у него открывается задание, он выбирает работать в одиночку, работать с компьютером или с друзьями. После выполнения всех заданий он делает скриншот и вставляет в электронную тетрадь. В данном случае мы видим, что ребенок работал с компьютером. У него 7 баллов, у компьютера тоже 7 баллов. Ребенок не должен и не может долго сидеть за компьютером, поэтому важно предложить ему разминку для глаз. Дальше у нас идет упражнение четвертое. Ребенок еще раз помнил правила present simple и написал окончание глагона. Здесь важно отметить, что если ребенок что-то забыл, он в любой момент может вернуться к видеоматериалу, повторить правила и сделать упражнение. А здесь вы видите мои комментарии и комментарии ребенка. Вот у девочки были ошибки. Я попросила исправить. Девочка исправила и отправила мне. Далее у него идет именно тест на усвоение правил present simple. И в конце также он может сделать итоговое контрольное или тестовое задание. Таким образом, можно сказать, что электронная тетрадь является более динамичным вариантом рабочей тетради. Наша электронная тетрадь позволяет быстро дополнять, обновлять и изменять информацию. Применение ее дает возможность учителю работать с учениками разного уровня подготовленности. Ученик может в любой момент вернуться к пройденному материалу или работать с опережающим материалом. Электронная тетрадь помогает вести индивидуальный контроль знаний и умений учащихся. Наличие большого количества картинок, видео, аудиоматериалов, интерактивных заданий, тестов способствует лучшему усвоению материала, а также развитию мотивации к самостоятельному обучению. Спасибо за внимание.